Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса. Уже близится к концу декабря, поэтому мы с сегодняшнего дня с вами будем делать Деда Мороза и Снегурочку. А это значит, что каждый день, практически каждый день, каждый день я обещаю, будем видеться и какие-то новые этапы осваивать. Надеюсь, что вы не будете судить строго, потому что я учусь так же, как и вы. Я не умею делать ватные игрушки, это мой первый опыт. Я где-то там смотрю мастер-классы, где-то что-то выбираю, то, что подходит для меня. Но хочу, чтобы у меня были совершенно ни на кого не похожие персонажи. Ну, то есть, такой собирательный образ. Надеюсь, что вам понравится. Смотрим? Итак, лесяне, давайте для начала разберемся, какие нам понадобятся компоненты для производства Деда Мороза и Снегурочки. И по порядку, если двигаться, то нужны будут сначала заготовки лиц самих главных героев. Вот у меня какая Снегурочка. Я лепила без всяких молдов, хотя сейчас продаются молды, то есть там сама затвердевающуюся вот эту глину, фарфор. Просто отпечатываете, вытаскиваете, даете просохнуть. Я вот сутки давала просохнуть, но лепила сама. Мне очень не терпелось, а ждать доставки молдов мне оказалось очень долго. Нам понадобится фольга, нам понадобится газетка. Я не знаю, зачем, но, наверное, понадобится клей. У меня будет два вида клея. Вата. Я брала самую дешевую в Ашане. Круглогубцы. Проволока. Покупали в Леруа Мерлен. Я очень коротко нарезала, но будем думать, будем соображать. Основой для моих персонажей будут палочки от суши, для суши. Возможно, пригодятся контурные краски. Возможно, я еще пока не знаю. Я ориентировочно себе наметала, какого хочу видеть Деда Мороза. И еще нужно будет... Ой, мышку забыла брать. Так, нужна будет краска. Я буду смешивать гуаши и акварель. Мне нравится, как она блестит, когда вместе. Нужна будет также линейка. И вот, что я вам скажу. Мое лицо, мое лицо, лицо моего Деда Мороза 4 сантиметра всего. Чтобы сделать идеальные пропорции, нужно 4 сантиметра умножить на 7. Ну, 7 частей получается. 28 сантиметров. Это рост Деда. Длина рук берется сразу 2 руки. 28 сантиметров. Ну, это чтобы была идеальная пропорция. Длина рук все вместе. 2 руки должна быть с ростом самого Деда Мороза. 28 сантиметров. Если разделим на 2, будет 14. У меня это меньше. Потому что я вот по 20 сантиметров нарезала проволоку. Но я буду делать отдельно еще варежки, отдельно кисти. Одна варежка должна примерно быть размером с лицо. Ну, я чуть поменьше. Лицо у меня получается 4, а будет 3. Так, дальше понадобится посох, мешок и всяких много мелких элементов. О которых я расскажу вам попозже. Вот, получается, подставка. Не знаю пока еще, нужна она мне или нет. Наверное, все-таки нужна. Руки и голова. И я думаю делать конус, как советских. Вот не хочется вообще конус делать. Но еще время есть подумать. Итак, самая главная интрига это, каким я вижу своего Деда Мороза. Мы сначала будем делать Деда Мороза. Это очень схематичный рисунок. Ну, понятно, что лицо уже не изменить. Шапка, борода, шуба. Я хочу по максимуму всяких мелких деталек, за которые будет цепляться глаз. Допустим, из кармана торчит зайка. Здесь будет паровозик, какая-нибудь птичка, какие-нибудь мячики, шарики в мешке. Вот он держит мешок. И посох. Вот такая ерунда. Еще хочу, может быть, белку куда-нибудь посадить на какое-нибудь плечо ему. И полы, полы, халата расстегнуты. Здесь хочу сделать декупаж. Задумок очень много. Просто невероятное количество. Я пока вообще теряюсь. И не знаю, как что получится. Надеюсь, вы не будете судить слишком строго. И начинаем мы производство нашего Деда Мороза с окрашивания лица. Этим краскам уже вообще не знаю сколько лет, но очень много. Я буду намешивать. В чем я буду намешивать. Давайте прямо на здесь. Персонажи у нас, получается, такие холодные должны быть. То есть, бледные. Соответственно, никогда так не делайте, как я делаю. Мне не жалко просто краски. Я ее пробую потом. Я буду красить только лицо. То есть, заднюю часть красить не буду. И прямо по бровям, по всем этим морщинкам. Я специально делала такую утопленную немножко челюсть, потому что здесь будет борода. Вы не волнуйтесь за дедушку. Выше бровей тоже ничего не будет. Ну, как ничего. Уже шапка начнется. Даже, наверное, нужно было чуть поярче скрашивать, чтобы... Это только первый слой. Сейчас он высохнет. Побледнеет. Чтобы морщинки выделились. Ай да я. Заляпаю еще и оранжевую краску. И опять. Вот надо было сначала более оранжевым, потом более белым красить. Я даже старалась, видите, носик сделать. Когда у вас будут, если и когда у вас будут молды, то вся проблема этих морщинок будет решена. Лишних всяких телодвижений делать будет не надо. Я вот сразу прокрашу коричневым. И так у меня получается будет выделено, потому что я прям как скульптор каждую дырочку прорабатывала. Хочется сделать прям красиво. Еще помните, что в природе нет чисто черного цвета и чисто белого цвета. Если вы уж делаете натурально, то делайте. Такие глазонькие. Такие глазонькие. Что-то не прогрессилось по вороту. Он у меня как будто что-то говорит. Причем вживую выглядит гораздо темнее, чем на видео. Вот это я вообще ничего не испачкала, нет, не разбила. Только руку разрисовала. Сразу расскажу снегурочку, но я ее буду не сегодня явно делать. Что я делаю, а? Кто мне скажет? Зубы-то белые, а я-то куда в рот лезу коричневой краской? Зубы-то белые. Зубы-то белые. Зубы-то белые. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, Барсик уже залез в открытый ящик Достает, что ему надо Сейчас я буду ругаться Так, веки лучше прокрасить Потом лучше тоненькой кисточкой белой выделить Потому что хотелось бы, чтобы со всех сторон Раз уж я старалась все вылеплять достоверно Чтобы у меня было все достоверно Напомню, что это всего лишь первый слой Будет еще более светлый Не знаю, что меня сподвигло год назад Сделать такие кудры Ну вот захотелось Кудрявую девочку Так, сушим все Я хочу сказать еще раз Что я не художник Не профессионал Я просто Просто училась Вот сейчас вместе с вами Каким-то таким Элементарным вещам Вот верхний, более светлый слой Будешь делать практически сухой кистью И им выделяем Более выпуклые места Щелочки Понятно, что у нас будет Будет у нас румянец Барсик Ну вот, я не знаю, видно ли в камеру Причем в камеру Ай-яй-яй В камеру это вообще белесые какие-то пятна У меня здесь вживую Все гораздо плавнее переходы Когда добавится белый Будет очевидно, что Мне кажется, флюс у моего деда Или я тут что-то неправильно раскрасила Так Но тем они и авторские Что-нибудь совершенно Разные Совершенно не такие, как У других Мне проще вообще косметическими Какими-то средствами Раскрашивать их Я вот Не художник Я не чувствую Объем лица Это плохо, конечно Ей морщинки не нужны Поэтому ей я Светлой краской Более Прокрашиваю Лучше Пойду сейчас Лупану барсика Потому что он ведет себя ужасно Так все сохнет Хотя вата же белая Да? Киперно белая Еще я тогда умудру Раскрасить белый А, гляньте, как будто впитывает Прямо фарфор цвет Так и Ответственное дело Слишком мокрая кисть У меня очень Это не есть хорошо И заодно можно краской Исправить Где я Неровно налепила Всего Как это Страшно И ответственно Не испортить Дедушку У нас еще будет радужка Наверное Непременно Непременно Синяя И вот здесь Усы Усы Которые Еще Ну то, что будет Под ватой Чтобы не просвечивало У меня Бежевого Я их сделаю Сразу белыми Похож Дед на деда Так Дед Какие интересно Сделать волосы Снегурочки Вы не подскажете Я вот что-то Иногда Мне очень нравится Русый цвет В волосах Снегурочек Иногда Прям хочется Какой-то Блонд Какие у вас Ассоциации Снегурочками Кисть тонкая Но она толстая Для этой работы Нужна еще более тонкая Кисть Так Далее Румяна Деду Морозу Нужен красный нос Малиновый На клоуна Больше похож Ну как-то Я не знаю Не нравится Главное Чтоб не на Лукаша Был похож Оп Да Иногда Делаю Вот так Чтобы было Натуральненько Все равно Пятни Не хотела я Делать Барби Барби Но у меня Не получается По-другому Размазать Размазать Краску Щек Можно Пальчиком С водой Будем считать Будем считать Что лучше Хочу немножечко Исправить Вот здесь Губка Мне не нравится Не хочу Не хочу Не хочу Ее делать Уткоподобной Девочкой Вот Лучше вот так 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 Теперь Что Радужка Глаз Синий Сколько лет Этим Краскам А в красной Видели Была Вода До сих Пор Хорошо Так Закрыла Что Ничего Не Испарилась Блин Как страшно Как страшно Давайте Я за кадром Это Сделаю Ой Милота Девочки Тоже Делаю Радужку Синенькую Все таки Они Родственники Нормально Мне кажется Можно Ей Еще Линию Глаз Подчеркнуть Да И Дедушке Можно Подчеркнуть Линию Глаз Еще Блин Закрыла Красную Краску А губы Дедушке Не Выделила Так Коричневый Помнилось Да Кто Тебя Полюбит Такую Я Ее Точно Полюблю Даже Кривую Вот Такую Ничего Страшного Да Девочка Снегурочка У него Чуть Поменьше Потому Что Все таки Он Уже Не Красится В Отличие От Внучки И Теперь Губежки Наверное Вот Этим Сделаю Губежку Внучку Да Он пока Да Он пока Похож На Клоуна Но Сейчас Когда Все Будет При Нем Будет Все Исправиться Ситуация Так Далее Ждем Полного Высыхания Лучше Конечно Лаком Покрыть Я думаю Что я В конце Буду Покрывать Лаком Лаком Вот на таком этапе мы сегодня остановились. Завтра будет больше, завтра будет лучше. Нужно время, чтобы клей высыхал полностью, просыхал. Поэтому вот так будет затянуто наш такой сериал про Деда Мороза и Снегурочку. Оставайтесь со мной, нажимайте лайк, делитесь этим видео. Спасибо вам за то, что вы есть. С вами была Олеся из Сказочного леса. Всем пока!